Слава Господу 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 что здесь написано, какой мы мерою мерим, такой же мерой будет отмерено и нам. И смотрите, если мы делаем добро, нам отмерят добро. Если мы делаем зло, нам отмерят злом. И я своим детям объясняю, что значит мерою, нагнетенную, трясенную, переполненную. То есть здесь, скажем, там, не знаю, ведро, скажем, с пшеницей или еще с чем-то. Помню, в детстве мама пошлет курочкам травку нарвать. Так мы там что-то сделаем, так пышненько, знаете, чтобы ведро быстрее наполнилось. Нам же хочется играть, где-то бегать было. Слово Божие говорит, не так. Даже если эту траву взять, то это будет ведро, знаете, оно наполнено. Наполнено, утрясли его, нагнетали, то есть смяли, еще и до такой степени, пока не началось уже больше и вниз уходить, набираться это ведро, и чтобы пересыпалось. То же самое нам будет, если мы делаем или добро, или зло друг другу. Независимо. И Слово Божие говорит, давайте, и дастся вам. А у нас только выбор за нами, что мы будем давать, доброе или злое. И Слово Божие говорит, что посеет человек, то и пожнет. И здесь, смотрите, какую меру мерите, такое и вам будет отмерено. Я хотел бы как бы, ну, обратиться к родителям, может быть, взрослым, которые еще не женаты, не имеющие детей, или ко всем, и молодежи, и подросткам. Когда я размышлял над словами пастора, то я пришел, как я говорил уже, может быть, в узор, страх и трепет. Вот мы находимся в Доме Божьем, в молитвенном доме, где, знаете, наречено имя Божие, где Бог Духом Святым пребывает. И как я могу что-то бросить здесь? И как я могу что-то, знаете, вот в жвачке те же самые прилепить? Это значит, вместо меня пойдет брат или сестра, которая будет это чистить, убирать после меня. Или как я могу разрисовать что-то или поцарапать, специально я имею в виду. Это я сделал в Доме Божьем. Это я сделал Христу. Это Его дом. Когда мы в гостях где-то находимся, то мы никогда не позволим нашим детям, чтобы кто-то бегал обутые по лавочкам. Никогда. Скажем, по диванам, да, или еще что-то. Мы никогда не позволим, чтобы наши дети что-то сломали в гостях. Кто-то может сказать, я в Доме Отца. Но и отец, если увидит у себя в доме бегающего или ломающего, или что-то делающего, сына или дочь, не накажет ли он? Ну, может быть, в первый раз предупредит, во второй раз, но в третий обязательно накажет. А мы иногда себе позволяем и сможем, а никто не увидел. И забываем, что есть око над нами, которое все видит, все знает. Мало того, я хочу сказать, что у Бога есть книга жизни, а есть книга записи наших дел. Но и у дьявола тоже есть книга записи наших дел. И он не пропустит, чтобы что-то там не записать. Мало того, он еще как клеветник раздует это такое. А потом приходит и клевещет. Ты видел? Это твое дитя. Оно это сделало. А ты его любишь, а ты его благословляешь, а ты его поешь, кормишь, одеваешь, а ты даешь ему здоровье, а он в твоем доме такое делает. Есть слой Божий, в Малахии написано про благоговение и страх, да, и уважение. Если я Бог, если я Господь. Научили ли мы своих детей, да и сами, умеем ли мы себя вести в доме Божием? Знаете, как интересно бывает, приходит мама, папа, чтобы дети не мешали им слушать Слово Божие проповедь. Они берут машинки детям и дают фломастеры, карандаши, ручки. Только вы нас не трогайте, а я буду слушать Слово Божие проповедь. Что вырастет с наших детей? Будут ли они уважать того же пасторя, служителя, хористов, которые поют? Или бывает такое, что вышла группа, спела, а дальше, извиняюсь, ну, разговор, беседа у них, обсуждение, как спели, следующую песню. И шум стоит, а Слово Божие, кто закрывает ухо свое от слышания Слова Божия, того молитва, мерзость перед Господом. Я спел, я вышел, стих рассказал, я вышел пробовать, сказал, а дальше меня не интересует, что Господь хочет мне сказать. И это все в Доме Божьем. И это все называется страх и трепет и благоговение. Научились ли мы с трепетом приходить в Дом Божий? Знаете, в молодости мы на Пасху приходили в православный храм. Я как-то был на Черном море, и там, я сам со Среди Янзика говорил вам, на Черном море у нас возили, как сказать, на экскурсии разные, и привезли в храм. И я одно заметил, там, у себя в городе, я заходил в храм, и там, на Черном море когда был, и какой-то трепет и благоговение. Мы хотели с фото, и там необычный такой старинный дом был, нам не разрешили. А мы иногда позволяем своим детям, знаете, что-то делать. И как братья даже говорили, там коврики, говорит, на пороге. Мы приехали, дождь идет, ну вытри ноги. А еще, у меня бабушка была, знаете, она оставила такой яркий пример, у нее дома пылесоса не было. Но она занималась такой, знаете, она резала вещи и вязала половички, может быть, вы знаете, такие, я здесь встречал. И там было много-много ниточек всяких, тряпочек. Но ей было много лет, и она никогда не прошла мимо, и нас учила, потому что я жил у нее год или сколько, чтобы мы прошли и подняли бумажечку или тряпочку или еще что-то. Я думаю, если мы так будем вести себя и хотя бы в Доме Божьем, намного чище будет, намного мы будем роднее, намного мы будем ближе друг к другу. Почему? Мы как одно тело. Уча детей страху и трепету и благоговению. Когда я был еще в другой церкви, ко мне подходили люди и спрашивали, брат Василий, а почему твои дети сидят на собрании? Так вот, тихо, спокойно. Наши полчаса, и все, это максимум, и уже потом надо с ними куда-то бежать. Я им говорил, что собрание начинается с дома. Если есть дома молитва, если есть дом очистения Слова Божия, то уже там надо учить детей. Сейчас час молитвы, час чтения Слова. Значит, все игрушки, все-все-все бросились, сели. Мало того, не просто сели, идите, оденьтесь правильно, потому что мы приходим в присутствие Божие. Так спрашивали меня, я так отвечал. Я никого не укоряю, у меня самого очень слишком много проблем, скажем, с чистоплотностью или еще с чем-то там, с воспитанием. Но я призываю, как тело Христово, как каждого члена тела Христово, будем внимательны к себе, будем внимательны к своим детям, начиная с дома и тем более в церкви. Иисус Христос говорит, давая наставление ученикам, Он сказал, даю вам новую заповедь, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Законник, когда спрашивая, разговаривая с Иисусом Христом, Он сказал, что есть заповедь, которая равна Богу, любить ближнего, как самого себя. Я рассматривал эту заповедь и смотрел, почему Христос дал новую заповедь. Что сложнее, любить другого, как самого себя, или любить другого, как Христос возлюбил нас. Я думаю, что второе сложнее. Потому что некоторые, да и я даже сам порой, а пойдет, а сойдет, а ничего страшного, да здесь никто не увидит, или еще что-то. Я так люблю себя. Да и Ему так пойдет, ближнему. Да Он не такой богатый, да Он простой человек, да этот вообще неряха. Другими словами, ты сядь здесь у ног моих, а ты иди там, сядь повыше. Но Христос не так возлюбил нас. Сейчас есть такое лжеучение, что мы что-то стоим, мы что-то весим, и поэтому Бог обратил на нас внимание. Но мы стали что-то стоить и что-то весить после того, как Христос умер за нас и пролил кровь свою святую. Но до этого мы были, как все грешники, не познавшие, не принявшие Христа. И цена в нас – это только цена крови Христа. Так кто же мой ближний? Я, рассуждая над этим вопросом, пришел к выводу, что ближнему – это и есть Христос. Брат, сестра. И даже тот, с кем работаешь или учишься. Да, может быть, он не верующий, но Христос, рассказывая притчу о добром самарянине, Он не сказал, что тот человек, которого разбойники побили, разделили, ограбили, что он был верующий. Но Он сказал – тот, который там был. Что интересно, еврей-законник даже не назвал, что это самарянин добрый. Он сказал – тот, который оказал ему милость. Почему? Потому что они не сообщались. Помните, да, встречу самарянки у колодца, да, Иисуса Христа? Они не общались даже. А Он говорит – с кем ты не общаешься, или кого ты не любишь, кто тебе не привлекательен, это твой самый ближний. И что ты ему сделаешь, то ты сделаешь мне. Представьте, если только так вот мы будем так жить, мы так научим своих детей, что ты сделаешь брату, сестру, хотя бы сестре, то ты сделаешь Христу. Во сколько раз у нас, знаете, восполнится это желание делать добро? А Слово Божие говорит, что чем больше мы сделаем добрых дел во имя Иисуса Христа, тем больше прославится Иисус и Бог Отец. А если чем больше прославится и мы принесем плода, то написано – чего не попросите, и Он даст вам. так хотим ли мы иметь благо на этой земле, живя охрану, ограду, защиту? Так, ответ прост. Делай то, что сказал Христос. Возлюбив ближнего своего, как Я возлюбил вас. И так же Слово Божие говорит, так любить ближнего своего, как Христос возлюбил. А Он возлюбил нас и одолжить свою на кресте завнялся. И нет той большей любви, Иоанн продолжает, как кроме той, что душу человек свою положит за ближнего своего. Пусть Бог нас всех благословит. Я еще раз скажу, что не только вы, но и я сам нуждаюсь вот в этой любви так, чтобы жить, чтобы видеть в ближнем своем Христа, не ближнего, с которым мне на мозоль наступил, да еще и не один раз, а много раз, но видеть в этом руку Божию. Если наступил мне на мозоль, ну, может быть, потому, что я что-то в чем-то не таков, значит, надо мне в чем-то и меняться. Может быть, нужно терпение или долгое терпение. Пусть Бог нас всех благословит. Склоним колени, по-моему, все. Субтитры сделал DimaTorzok